Пока я вам покажу, пока чайник гудит, в общем, у меня же был разбит экран мобильного телефона, у меня был Samsung, и в роддоме он у меня упал и разбился с подоконника, на зарядке стоял. В общем, муж заказал с Алиэкспресс-экран, и пытался его поменять, и не смог, в общем, треснул он тут, видите, остался без телефона, вот такая вот фигня. Привет! Лежу такая, лежу такая, думаю, блин, давно не снимала влоги, да, влоги, но у меня вот такой вот прыщ вылез. У нас 40 градусов, снимаю на новый телефон, телефон LG, но он, как видите, вот, я, в общем-то, в принципе, фронтальную камеру, вот, первый раз пробую, ну, не знаю, да, прежде, зараза, здоровый такой вылез. Вот, так, с меня просят, Катя, когда же будут влоги у меня, увидели срач в квартире, потому что так, как оно есть, когда же будут влоги. А я что, знаю, когда будут влоги, потому что я ничего не успеваю и с ног валюсь, извините, пожалуйста. Лучше редко, но метко, как говорится. Так, ну что, постараюсь сейчас сесть и показать покупки, потому что мы ездили в детский мир сейчас. Сынок, сядь, пожалуйста, Зосик. В детский мир. И сейчас покажу вам покупки. Так, у меня памяти нет на телефоне. Никак не раскошелюсь я на карту памяти. Стоит 8 гигабайт или не хватается, заполнена фотографиями, видео малыша. Роняет. И что хочу сказать. А, я хочу покупки показать. Я уже знаю, это вы любите. Сижу на коврике, который показывала, который заказывала с сайта в Альбери. Давайте начнем с детского мира. Вот, в детский мир ездили. Купила, значит, вот в таком молоточек. Вот. Безопасность. Озвучен, озвученный. Что-то там такое. В общем, выглядит он так. По акции он был что-то 59 рублей. Ну, я давно на него смотрела. И взяли. Пусть будет. Хотя у нас, я вам уже эту игрушку показывала. Вот такая вот есть, да. Еще вот эти бэби, вот такие вот ключики. Недавно покупала. 700 чем-то рублей они стоят. Они такие классные. Смотрите. Смотрите. Видите? Разные звуки. Мелодия. Тынь-тынь-тынь. В общем. Вот. Сейчас покажем, что сегодня купила. Еще. Ну, питание. Питание, питание, питание. Бабушка, новая кошка, яблока. Питание, пиква, что ли. Агуша. У нас лап тоже недостаточно. Конечно, он Тема, он не очень Тема ест. Мясо он не ест. Он почему-то задыхается. Как будто давится, что ли. А вот если оно с овощами, как здесь брокколи, морковка, то вот в последний раз он съел у меня цыпленка с овощами. И нормально было. Вот хочу попробовать, тогда буду хотя бы так смешанно давать. Вот. А от этих, конечно, я вижу, что он, конечно, жидковатый стол от ворожков. Вот эта агуша была по акции за 19 рублей. Я даже такого цвета ни разу не видела ни в одном магазине. Питание, оно всегда нужно. Дальше взяла ему надувной цилиндр. Давно смотрела на них, хотела, хотела, хотела. Это же влог. Сынок, ты что накакал? Зостик, ты покакал? Запах как-то пошел. И этот. Это же влог, и значит, соответственно, можно подождать. Больше болтать. Во влогах можно делать все, что угодно. Вот. Видно, не видно, показала я. Все, вот так он выглядит. Запечатан. Видите, здесь. Там должны быть шарики вот, гремя. Это, конечно, папы сейчас дома нету. Но надо, чтобы папа надувал. Он справится. У него отдыхалка лучше, чем у меня. Кто куда едет на летом? Дачи, не дачи. Кто куда? Потому что мы никуда. У нас малыш, и мы никуда. Ну, ладно, это я потом надуву. И следующая букова, которой я ехала сильно оправлено, это телефон. Я хотела телефон нашему зайке, такой яркий, классный, кайфовый. Вот я выбрала от Чика, выбирала, выбирала. И вот выбрала. Игрушка пластмассовая, музыкально говорящий телефон. Он тут малыш, вот сидит уже взрослый. Сейчас я его достану. И вам покажу. Тут батарейки стоят. Я извиняюсь перед теми, кому я не отвечаю на сообщения. Я не успеваю, дорогие мои. Не успеваю я. Простите. Вы представляете? Не успеваю я, зайцы мои. Не успеваю. Есть и разные бывают. Есть спокойный, есть беспокойный. Здесь идет книжка. Книжка. 6-9 месяцев. А где же тут шарик взять? И все это продается. В общем, у них вот расписано. Какие товары у нас на телефон. 6 месяцев. А еще есть такой телефон. Можно постарше деткам. Книжка, книжка, книжка. В общем, телефон. Телефон. Все так, как надо. Так вот, я пока с вами буду разговаривать. Может, книжку порвать. Такая машинка. Было день рождения у меня 7 июля. И нашему сынуйке тоже принесли подарок. Такая машинка кайфовая. Он ее облизывает. Мой день рождения. Какой год, сынок? А уже 6-5 часов, наверное, гостей ждем. Так интересно. То, что в кафе и ресторане. По поводу, вот вы спрашивали, как у нас дела. Значит, по поводу глаза. По поводу глаза рассказываю. Это уже загвоздка. Я не могу ничего раскрутить. Какие-то проволоки, что-нибудь намертво заетованы. Стали мы собирать анализы. Тяжело было взять, не смогли взять первый раз у сына кровь из вены. Она была густая. Его все обкололи. И кисть стали колоть. Он квакал, благим матом. У меня чуть сердце не остановилось на все смотреть. Я же его тоже помогала держать. Ужасно. Издевательным ребенком. В общем, нам сказали, мы въездили в платную клинику. В платную клинику не смогли взять. Потом нам сдали пробирку и сказали, если... А нам через неделю нужно было сдавать нам на что-то еще. Но только в нашей коже из вены. На что-то еще. И там сказали, если у вас в поликлинике их могут взять кровь, вот вам пробирку, и нам привезете. Типа мы возьмем так. Только никому пробирку не показывайте. Так, что я хотела сказать. Я хотела сказать то, что расстроенные мы ушли. Вот поехали. Например, это было в пятницу. А во вторник, потом в следующий вторник мы поехали, сдавали кровь, нам пробирку набрали. Но нам сказали пить много воды. А у нас он вообще воду не пил. Я в него вливала как могла. Он уже все плакал, потому что он не привыкший. Я купила паильник. Стала учить его пить с паильником. Конечно, теперь-то это все нам понадобилось. Вот. Сейчас упадет. Моего кала на дисгруппу стоил 800 рублей. На его реакцию смотрю. Почему так тихо? Не могу понять, почему это. Упал. Ну, знаете, на своих падениях учатся. По-другому я не могу сказать. Засмотрелся, наверное. Почему-то вот это было в сумму-то, вот сюда в задницу, в батарейке. Был громко. Потому что я хочу, чтобы он громче был. Почему так? Вот такой телефон. Так, вот цена, по-моему, полторы тысячи оригинальная. По акции я взяла за тысячу тренадцать девять. Где он ползет ко мне? Где мой сладкий мальчик ползет к маме? Да, сынок, да. Так, сядь, посиди. Да что ты с этой бумажкой? В общем, не знаю, вот такая вот сумка здесь, смотрите, есть. Так, нажимаешь? Опа. И глобус крутится. Это английский, можно переставить вот на русский. Сейчас мы переставим. Один, два, три, четыре. Кружится, кружится, шарится. Кружится, 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 шарится. Ну вот, не знаю, не то, что для малыша. Алло. Алло, мама. Зосик. Алло. Уже не, мы это не, как, не осилим. Можно веревочку сюда повесить вообще. Вот так вот там повесить. Ну, я очень люблю хорошие вещи, то есть, ну, вещи, игрушки, да. Бабушка нам подарила тысячу рублей на семь месяцев. Вот я поехала купила такие. Хотя для тебя это дорого. Ну, мне вот, хочется, чтобы было качественное. Потому что вот этот, ну, мы сами купили, то есть, я пошла, купила за этот, ну, переводик, который 3000 рублей в месяц. Вот, за них я взяла. И остальные там на памперсы, и то не хватает. День, чтобы перечитать государство. Так, следующее я покажу вещи. Сейчас я вещи тебе купила. Ничего не могу, потому что все-таки будь здоров у меня. Это просто, блин. Не могу ни личик себе подобрать. Ни одежду. Я столько перемерила, там нервов не хватает. Уйди, пожалуйста, Брюс. Вот, расстроена. Это не шопинка, а одна нервотрепка. Поэтому, так, ну, это с перекрестка, сыну воду гулять, а Гуша. Потом это Брюсу попробовать замотать когтеточку. Дальше что-нибудь еще есть? Наверное, нету. Кстати, от Хэппи Бэби у нас еще такая есть, прорезыватель. Надо ее помыть, он ее ронял. Так, ладно, вот теперь мои вещи пошли. Взяла я себе вот такие шорты. Вот такие. Классные, 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 классные. 700 рублей за них я отдала. Я не знаю, что-то написано. Ну, такие добротные, например, на, как их зовут, Маден Турция. Ну, на этот, на, господи, можно спортом заниматься. Можно, я не знаю, в этот, как его, на отдых ходить. Ну, не тканые такие. Раз. Покажу сразу футболки. Грудь большая у меня. Футболки ничего не могла подобрать. Вот взяла такие здоровые лошадины. Ну, чтобы понятно было, да? Вот здесь подвернуто. Эти футболки две одинаковые. Они мне по фигуре, они мне как бы, вот здесь встали, они будут небольшие. Но сиськи у меня очень большие. Молоко набегает, вообще просто становится. Вот они однотипные, просто разных цветов, чтобы было хоть в чем-то ходить. Ну, вы поняли, да? Вот женщина, у которой большая грудь, понимает. Я хочу сказать, что меня это не устраивает. Еще, кстати, у меня часто правая грудь побаливает. Что-то с ней какие-то проблемы. Надо идти проверять. Вот здесь такие яркие. Так кофта моего зайца. Сейчас мы уже видели его. Так смешно написано на Дольче Габбана. Ну, это вообще капец. Уже не позорили. Здесь, короче, карман. Ну, в общем, взяла я все-таки шортики. Стену понравились ли. Вот. Ага. Так, ну, здесь-то чек. Здесь чек в одежде нету. Не буду я париться. А в Детском мире чек, в общем, вышел на 1642. Ну, там со скидкой сколько получилось. Вот. Ну, принято показывать сумму. Телефон я сказала, сколько стоит. Но это общая цена по стране вроде же, да? По сети Детский мир. Там везде такие цены. Так. В общем, должны были ему под общий наркозом делать глаз. Зондировать. Правый глаз у нас один. Садись, пожалуйста, сынок. Сына! Сына! Нельзя, нельзя маме мешать. Мама снимает кино. Думали, что будет, ну, так я сказала. Плюс 5 месяцев нам-то на тот момент было. И врач был молодой какой-то с характером. Я бы ему деньги заплатила, не собираюсь платить, но после процедуры, но не заплатили, потому что он слишком много воображает во всем. Все-таки эту бумажку удалить перед используемым для уменьшения звука. Так написано. Удалить перед используемым для уменьшения звука. Зачем? Правильно ничего не слышно. Сделали без. Ничего нам не сказали. Я же думала, будет как бы усыпление. Я не принесла пеленку. Прошел с пеленкой брать тому женщину других. Там понедельник был сразу день Грунечкова для зондирования. Дали мне пеленку. Совершенно чужой человек. Смело смотали. Замотали его там. Не прозондировали. Он вот и кричал. Потом после этого я не могла его где-то полчаса 40 минут еще успокоить. Потому что... Ну, то есть он... Потому что так вот истерика у него была. Больно ему было. Потому что одномесячный ребенок считается, что он не чувствует боль. Надо было, конечно, сразу зондировать. Но мы даже просто об этом не знали. Двадцать девятого... Двадцать девятого... Ребята, двадцать девятого сделали зондирование. А двадцать седьмого у нас в девять там еще то есть. Причем-то вот... Утра умер папа мужа моего, свекр. Я не знаю, как у меня еще не пропало молоко от всех этих нервов. Ну, вроде пока идет. Хорошо, что идет, потому что... Не знаю, когда я скормила сына, потому что он не сосет ни соску. Ну, в общем, как вначале, ничего. Как вначале было, так оно и есть. Вот. В общем, такое вот. Естественно, мне не до общения, ничего. Простите меня, пожалуйста. Ничего не хочется. Да. Ему было всего лишь шестьдесят пять лет. Молодой мужчина. Рак печени. Четвертого мая они узнали. Ну, он с женой. Ну и мы. Четвертого мая. Двадцать и седьмого ума. То есть, сожрал просто мгновенно. Никакие деньги не спасут. Если это рак. К сожалению. Убы и ах. Убы и ах. Ла-ля-ля. Ла-ля-ля. Убы и ах. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вспомнила. Просто. Одна, одна, полгода одна. Потому что все огур болело. И муж часто был там. Еще работа. По работе он там носится. Даже в свои выходные дни. Тяжело, конечно. Поэтому нет влогов. Извините. Потому что я практически сама одна. Муж приходит, кушает. Пока он покушает. Пока он помоется. Я уже за сына спать укладываю. И все. В итоге я всегда-всегда одна. Ночью он орет. Я тоже одна. Муж не расспаться, чтобы не на работу идти. И так далее. Сейчас мы ожидаем, что должны прийти подгузники ко мне на обзор. Сейчас мы их пойдем получим сегодня. Мы пойдем получим. Будем вам показывать. Будем вместе с сыном тестировать их. Вот. Мы подарки любим. Кто их не любит. Мы сами любим дарить, скажи. Они жаденны. И, соответственно, получать. А когда такая возможность предоставляется, это классно. Классно. Остальное, знаете, когда человек, когда умирает человек, рассказывать о каких-то других проблемах уже не имеет смысла. Пойду сейчас стирать вещи, сидать. Классный. Скажи, что классный телефон. Он даже еще не видел. Смотри. Зосик. Он все сразу в рот. Вот сюда так нажимай. Нажимай вот сюда на кнопку. Не понимает, в общем. Встретимся с вами чуть попозже. Покупки с магазина Магнит. Показываю. Давно не снимала. Ну, потому что таких покупок не было давно, в принципе. И я полгода как родила и не ходила в торговый центр. И да, еще с малышом пошла нашим, с ребенком. Он на коляске сидел. То есть, для меня это капец, какая новость. Так вот он, третий пакет. Надеюсь, он со звуком снимает. Сниму тапочки. Три пакета. Это 4 тысячи. 3 900. Получилось. Так, давайте начнем отсюда. У меня с 7 июля день рождения просто. И вот это за консервацией, в общем, ездили. Так, это не на день рождения. А я что-то в последнее время полюбила грудного вскармливания, жрать. Ладно, не буду ничего говорить. В общем, вот эти мне... Раньше я говорю, я даже в детстве не ела эти палочки кукурузные. Кот, уйди, пожалуйста. Дальше сок на день рождения добрый. Уголки России. Со вкусом. Недавно аж такой тоже брали. Кстати, мне понравился. Так, тоже на стол. Аштау тоже ни разу не брали. Чисто по акции было 16 рублей каждая. Ну, взяла, будет, не будет пить. Ну, мы так никого приглашать не будем. Чисто позвала брата с семьей. Два юродного. Еще один сок. Сады Придонни. Мультифрукт. Соки должны быть. Потому что у них сливки. Так, это я буду делать просто грибы с луком. Очень нравится. Лето, на лето. Так, корнишоны тоже нужны, потому что считаю, что должно быть. Дальше вот такие взяла оливки без косточки. Зелененькие, захотелось мне зелененькие. Но мой день рождения, говорится, имею право тут, я выбрала такие еще. Далее тоже я взяла, наверное, может быть чисто себе. Это перчики. Написано, что они сладкие, маринованные. Это что-то где-то 110 рублей она по-моему стоила. Муж, конечно, такой сказал, зачем ты такой берешь. Ну, зачем, не зачем. Попробую вот так вот поднять. И все, у нас еще остается из напитков здесь пепси-кола. Вот она. Ну, тоже пускай будет. Ну, думали пепси-колу или как ее справить, элефанту. Так, это сейчас нам покушать. Я взяла себе салат. Это вот книг салату сухарики. Это поварский салатик. Это я себе выбрала сейчас на ужин. Потом салат испаржи. Соевый. Что соевый? А, ну, господи, по-корейски. Тоже себе. А муж себе свой взял салат. Это под шубой. Селедка под шубой. Далее. Это не на день рождения просто нам покушать. Окротчок цыпленка бройлера. Здесь три штуки. Дальше сынульки на питание. Яблоко, вишня. Сады при Доне тоже, как и срок. Моя помада. Герпес гигиена. Хорошо, что она продается хотя бы в магните. Тоже пиво, потому что все-таки решили. Пиво, так, как жарко. У нас плюс 40 градусов в Ставрополе. Лои сметаны, зелень, пиво. Еще один сок. Сок добрый. Это у нас, что это? Деревенские яблоки с мякотью. Еще один сок. Это уже вот три сока. Плюс пепси-кола. Плюс две минералки. Я рассчитываю, что они минералку пить не будут гости. Так. Хэнь, тыквочка с мульки. Хлебушек. Это сейчас покушать. Хотя такое пойдет здорово было бы и на день рождения. Видите, у нас тут сыром покрыто. Все, кто знает магнита, не знают. Нам покушать на каждый день чесночное по-сочински. Колбаска. Нарезки. К столу такие взяли. Тоже сочинский мясокомбинат. Коляска приехала. Ветер дует. Вот эти бутылки надо выкидывать. Я себе взяла гарнир. Давно хотела попробовать маску для лица. Увлажняющая и успокаивающая. Так как у меня успокаивающую взяла, потому что лицо щиплет и ее прожгла. По-моему, перекись у водорода, думаю, что прожгла. Не знаю, что она там из себя представляет. Я все снимаю, все снимаю, но ничего не выкладываю. Это уже на каждый день бананы. Это, наверное, тоже на каждый день печенье. Наверное, не к столу. Потом на стол маслины королевские. То есть, вот видите, зеленые. И еще черные будут. Ну, наверное, так будет. Я не знаю. Может, я пожадничаю. Масло подсолнечное. Средства для мытья. Очистки сантехники кафеля. Это ванная. Попробовать взяли. Мыло дегтярное. И корм фриски взяли с мясом, курицей и печенью коту. Следующий вот такой пакет. Какую-то ерунду тут дали. Это что-то такие? Что это такое? Наклейки. Так, это чек. Это посуда. Наконец-то я что-то из посуды купила. Посуда, короче. Вот такая вот написано, что это креманка. Ну, в общем, для соуса. Ой, мы хренадер что-то не посмотрели. Надо будет хренадер еще взять. Ну, хотя он, может быть, и не будем брать. Ну, в общем, сюда я хотела налить его. Как соусы наливать сюда. Ну, вот. Следующее. Следующее это, ну, как миска. Ну, я взяла для салатника. Салатник. На стол тоже буду ставить желтый. Следующее. Еще один такой салатник. Это от Люминарк. Космос. Прозрачный. Ну, в общем, вот. Бумажки я сама взяла на кассе и позасовывала. Ну, у нас малой орет. Так, по собанче что-то, что-то. В общем, шесть. А, квавода. Бокалов. Или как их называют. Вот они, шесть штук. Для соков. Потому что у нас не было. И давно хотели купить. Вот взяли. Шесть штук. Такие красивые бокалы. Капец. Просто. Не достается что-то один. Блин, блин, какой классный, а. Какой длинный, обалденный. Тут, короче, зеленый, желтоватый такой. А тут оранжевый. Все это по акции стоило 300 с чем-то. По своей цене чисто я не помню, сколько она стоила. Но я не смогла пройти мимо. Это вообще. Оно тяжеловатенькое такое. Классно. Фирма Love. Ну, если я правильно читаю. Бомба. Ну, вот. Бокалом, наконец-то, порадовало себя. Вот. Все, что у нас пока на сегодня это было. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok